МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа к нам приехала на телеканале Ля Минор, и я ее ведущий Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях замечательная девушка, автор и исполнитель Ольга Панюшкина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мое сладкое детство, пионерский галстук И сгущенка вместо шоколадной пасты И все люди, братья, мы одна семья И пятнадцать республик, дорогая страна Мое звонкое детство, барабаны горные Я хотела быть первой в классе Комсомолкой, д'Артаньяном, храбрым Из французской книжки И учиться отлично, чтобы любили мальчишки Мальчишки СССР Мальчишки СССР Мальчишки СССР Мальчишки Мое яркое детство ленинским портретом На Кремлевской башне звездным красным светом Загораются даты, адреса Мама смотрит вслед в пыли автобуса Мое солнышко детство, каникулы, арбузы И мой папа самый лучший герой Союза Я на плечи к нему выше всех Надо мною только флаги и небо Небо голубое Голубое небо СССР Голубое небо СССР Голубое небо СССР Голубое небо Мое нежное детство без забот и страха Потому что есть у меня собака И одна на всех настоящая правда И медаль на всех за отвагу солдата Мое мирное детство, тихие рассветы Белый одуванчик, первые ракеты И Гагарин в космос улетает наш На границе брат мой защищает нас Это солдаты СССР Солдаты СССР Солдаты СССР Солдаты Мое сладкое детство, пионерский галстук И сгущенка вместо шоколадной пасты И все люди, братья, мы одна семья И пятнадцать республик, дорогая страна Мое звонкое детство, барабаны горные Я хотела быть первой в классе Комсомолкой, д'Артаньяном Храбрым из французской книжки И учиться отлично, чтоб любили мальчишки Мальчишки СССР Мальчишки СССР Мальчишки СССР Мальчишки СССР Ольга Панюшкина с первой песни Нас вернула в детство Вернула нас в то замечательное Ностальгическое состояние В котором многие из нас находятся А многие из нас и, в принципе, не знают Что это такое СССР Оля, здравствуйте Добрый вечер Да, добрый вечер Давайте знакомиться Давайте, давайте Очень хотелось бы познакомиться Тем более с такой песней Вы начали свое выступление Наш сегодняшний разговорно-музыкальный То есть есть пионерия? Вы знаете, сейчас вот идет сериал Синяя ночь Да И сериал, и песни ваши Как-то они очень хорошо соприкоснулись И я вот действительно отправился Только что на несколько минут В то далекое детство Где нет ни страха Нет, но страх все-таки был Когда, помню, умер Леонид Ильич Брежнев Все ходили по улицам и плакали Ну, по крайней мере, вот у нас в городе Орле, скажем так Потому что все почему-то испугались Что будет война Вот, это был, наверное, один из таких вот Единственных глобальных страхов в то время А вот насчет отличниц Я помню, мы к отличницам относились Очень уважительно И многие гуляли с девочками Далеко не с хорошими оценками А к отличницам относились как-то настолько трепетно И боялись подойти Что я не знаю Вот видите, отличницам все казалось Что учиться надо хорошо и замечательно Чтобы их любили мальчишки Именно вот так А вы были отличницей? Да, абсолютно круглой А песня посвящена моему папе Он герой соцтруда Он объездил всю нашу родину Которая была СССР Я была пионеркой Я помню, как я бежала в ноябре Меня как раз принимали в пионеры И не застегнутая куртка И лицо к ветру Чтобы все видели этот красный галстук с гордостью Это в ноябре Это вы одни из первых в классе пионеркой стали или как? Да Ну отличницы же они всегда Ну да Ну да-да, я помню Я вот одним из последних вступил в ряды Я послужной список и Орленок, и Артека Предстоятельность от дружины Ох как Вы карьеристка вообще по натуре Или у вас так по жизни все хорошо получается? Я просто такая непоседливая ворожня Поэтому, наверное, всегда что-то Жажда жизни меня всегда обуревала У меня 1 декабря день рождения Если вам это о чем-то говорит То есть у меня всегда взгляд направлен в космос, к звездам А, ну это гороскопическое такое Карьеристы, они, знаете, в принципе Наверное, это, в общем, надо с лингвистами разговаривать Но все-таки в быту ощущение отрицательное Слово карьерист, да? Нет То есть человек нацелен на карьеру Я нацелена на то, чтобы делать дело хорошо Нет, карьерист есть двух сортов Вот я для себя определяю Это который ходит по трупам, шагает Не глядя ни на что Ради карьерного роста И человек, который просто хочет многого добиться Но, оглядываясь по сторонам Оглядываясь вперед-назад И делая правильные шаги Только своим умом, собственной силой воли Вот, в принципе, и вся разница Но, в принципе, в быту карьерист окрашен другим цветом Мне кажется, если вы вспомните Опять же, касаясь песни В социалистические времена Слово интеллигент было ругательным И слово умник, по большому счету Это потом уже передача вышла Умница и умники Или умники и умницы Вот И, я не знаю, мне кажется Достаточно двоякое мнение и здесь было То, что было тогда В некотором смысле Ну, переврано, мне кажется Ну, почему интеллигент может быть Что интеллигенция там Такая вот Позорная Ну, это же нехорошо, некрасиво Ну, у всех свой шкаф И главное, да, переспрашивать Что вы имеете в виду Ну, если в слово вкладывать изначально Два значения, если имеет слово Принимать это То, ну, в общем Слишком как-то это Обременительно получается Это надо каждый раз говорить А, ну да, зависть белая Да, не черная Белая А, да, да Не, ну, ничего белая Так и здесь Ну, я, кстати, кроме зависти Сейчас не вспомню ничего такого Что нам приходится все время Проговаривать Вот эту ремарку на манжетах Нет, ну, можно было тогда Я, может быть, не совсем корректно тогда Вопрос по поводу карьеризма задал Наверное, тогда Амбициозны ли вы? Да Все Конечно, да Понятно Вы не хотите узнать, что я добилась Своей амбициозностью? Где я училась? Вы знаете, я очень хочу узнать Чего вы добили своей амбициозностью И что у вас, в принципе, происходило Ну, какой-то конкретный вопрос Нет, про чего оба говорим Или мы начинаем сначала И начинаем с конца Давайте, коли так Если мы сначала начинаем В начале периода Давайте изначально пойдем Из того, с чего вы начинали Музыкальная школа Да Фортепиано Я даже не спрашиваю, какие оценки Да, потом музыкальное училище В городе Пушкино Всем привет, кто выпускники смотрит А вы родились в Москве? Да, я бережер хоровик по образованию По музыкальному училищу Родила себя в Подмосковье В городе Орехово-Зуево И, ну, в общем, я еще была совсем маленькой девочкой Мы переехали в город Дедовск Московской области Это Истринский район Это по югам вы все Это как ехать вот к Али Борисовне Пугачевой В Истру Вот я там Но сейчас я в Москве уже А это вот по какой причине? За городом хуже или просто здесь? К чему сейчас в Москве? Да Квартирный вопрос А, понятно Он вас испортил, нет? Ой, моих родственников, может быть Каким образом? Ну, когда начинаются дележки квартиры Нет, неправильно ответила Не испортил Хорошо, давайте послушаем следующую песню Ну, и, собственно, песенка, в которой используется Используется вот этот мой город Дедовск В качестве образа Без зонта Под дождем идем Без зонта Снег, не стаявший до конца Черно-серым лежит На земле В лужах тучи стоят В воде По колено им не понять Почему нам с тобой так легко вдвоем? Нам с тобой так легко вдвоем Нам с тобой так легко вдвоем Па-па-пам Па-па-па-па Па-па-па 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 Городок Мой родной Небольшой Такой Как приятно Идти с тобой По дороге домой Нет такси Можно быстро пешком дойти Можно медленно А потом У подъезда Стоять под моим окном Стоять под моим окном До утра Под моим окном Па-па-пам Па-па-па Па-па-пам Па-па-па Па-па-па Па-па-пам Па-па-па Па-па-пам Па-па-па 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 Огоньки Зажигаются огоньки Рассыпаясь на дне реки Отражаясь в глазах твоих А дожди смоют с окон зимы следы Побегут на асфальт ручей Рассветет весна и пробьются цветы Сквозь асфальт пробьются цветы Сквозь асфальт пробьются цветы Без зонта Под дождем идем без зонта Снег не стоявший до конца Черно-серым лежит На земле в лужах тучи стоят В воде по колено и мне понять Почему нам с тобой так легко вдвоем Нам с тобой так легко вдвоем Нам с тобой так легко вдвоем Ольга Панюшкина сегодня у нас в гостях Дорогие друзья, автор и исполнитель А можно сказать исполнительница? Или исполнитель? Как по вашему мнению? Конечно, я не буду с вами сейчас устраивать дебаты по поводу поэт, поэтессы Мы в прямом эфире Звоните, телефон на экранах 617-95-55 Оля, а вы закончили музучилище Специализация дирижер-хоровик Это академическое образование Кстати, если вернуться о том, о чем мы говорили До песни Собственно, красный диплом Да я, в принципе, уже и спрашивать-то Я не вижу смысла никакого Почему? Потом уже был, в общем, синий Потом был Гнесинский институт Сейчас Российская академия музыки имени Гнесиных И там я, собственно, как я из музыкального училища пошла по велению сердца Из музыкальной школы, с фортепианного отдела я пошла На дирижерской хоровой, знаете, так это взмахнуть рукой Так это все страстно Там все так, когда происходят экзамены Ты сам дирижируешь, сам поешь Тебя компонируют два рояля И все очень бурно А в Гнесинский институт я поступила на народное отделение Дирижерской хоровой факультет Народное отделение Приехали к нам наши выпускники в училище И вот они как запели московскую песню Старинную времен французской войны 1812 года И так, знаете, так комок горло и все И, в общем, после этого я А я, ой, судьба наша Что ж ты разнищая, ясная Никакой, да никакой же Сердцу ой, ой, от рады О-о-ой, да судьба ты не дала И так далее Хорошо Собирали песни, ездили в фольклорные экспедиции Расшифровывали, защитила диплом По песням донских казаков Коградской области Ясно А вот Разница-то, в принципе-то, достаточно большая В позиционном звукоизвлечении Вот между Дирхором Академизм чистой воды И все-таки народное пение Не пришлось себя где-то переламывать При поступлении в Гнесинку Все-таки народная песня Она технически уже абсолютно другая Нежели академическая Так я там этому училась То есть там не требовалось Чтобы ты пришел и уже умел Не ждали готовых людей А ждали Да, мне Я вообще пишу песенки всякие С самого детства, сколько себя помню И прибегая домой из музыкальной школы Я написала песенку Ко мне никто не относился серьезно Думаю, это потом уже так Надо было нам тебя в пионерию, хор Или к Попову Какие темы волновали девочку-отличницу Так вот, извините Да про любовь все писала Ничего нового, в принципе Да, конечно И все вечное Да Ну, в общем, дети, по-моему, с самого Вот, я помню, у меня первая любовь в 6 лет Очень-очень-очень такая Какая его родняя девушка-то Нет, ну, я же ничего не сказала, что там за этим следовало Я просто любила совершенно вот возвышенно человека И в 18 лет, когда я встретила, было приятно Встретила этого молодого человека, который был старше мне на 6 лет Было приятно, что я не разочаровалась Знаете, да, что там в первой своей любви Но там, правда, другая эта любовь Это которая 6 класс, 8 Вот мне и разочаруются часто Встречая какую-нибудь там большую тетю Или большого дядя Ну да, время-то идет А сейчас давно видели вот первую любовь свою? Да Давно-давно Ну и... Кстати, сейчас встречаюсь, когда со своими сокурсниками Или с тем, с кем вместе просто как-то так и по работе И не по работе сталкивала жизнь Если человек хорошо выглядит Я всегда говорю, спасибо тебе большое Потому что, собственно, ты экстраполируешь, да, на себя Что сколько вообще прошло лет, боже мой Ну да, вообще, в принципе-то разница Ну, в принципе, разницы в возрасте, естественно, нету А вот во внешности Тут, конечно, с годами, когда встречаешься с одноклассниками Лет 10-15-20 Ну хочется, чтобы все были счастливыми, успешными, радостными Да, очень обидно Но это же в идеале все Да Но я боюсь перфекционизмом всю свою жизнь, конечно Это, я думаю, от того, что мир Хочется, чтобы мир был идеальным Это я про себя Ну это в идеале А вот из ваших однокашников Кто-нибудь добился каких-нибудь там Ну, не знаю, очень серьезных каких-то достижений? Я, может быть, просто не в курсе про кого-то Есть единственный мой дорогой друг Однокашник Андрей Новиков Закончил культпросветучилище по танцам Потом закончил ГИТИС Режиссер массовых представлений И вот он, он да А вот после Гнесинки все-таки ничего себе Считается, в принципе После Гнесинки Любимый Андрей Исалей, который поет в «Бабьем лете» То, что первый состав Надежды Бабкиной Собственно, она закончила наш же факультет Да все ушли, наверное, из музыки Вот он еще держится Я руководила хором народным В Доме культуры подшипникового завода Это сразу после Гнесинки, да? Даже в момент пятый курс И Нина Константиновна Мешко Недавно ушла Северным хором она руководила И нашим факультетом Это вы по распределению попали? Или как? В общем, распределения уже тогда не было Такого жесткого Так, я не такая старая Это еще уже в общем Простите меня Я просто во времени потерялся Я шучу И там просто в Доме культуры подшипникового завода Остался хор без руководителя И обратились, конечно же, в наш вуз Потому что, собственно, факультет народный Такой вот профилирующий, серьезный Он у нас Есть еще в Институте культуры Но все равно Гнесинка, она просто выше И вот я туда на пятом курсе отправилась И как молодой специалист и отличница Начала какую-то программу В общем, были у меня всякие неприятности Меня потом успокаивали Что у всех молодых специалистов Потому что там, знаете, борьба поколений возникает То есть народ уже, который существует В том месте, куда ты пришел работать А тут приходят юные девы И начинают чего-то учить Да, нет, не учись А как? А есть еще вот этот люфт И пространственный, временной Да, впереди еще, кажется, жизнь не заканчивается никогда И эмоциональный, энергетический, разный И ты просто начинаешь со всей своей силой фантазии Буря эмоций Начинаешь что-то вершить И это всегда в такой, в противовес векторный входит А многие тоже покушали, пожили И знают, что и как Да, да, ну там дети дома Вот там побежать Какая-то жизнь своя, распорядок А у вас и небо голубое, и очки розовые И все замечательно И как раз Дом культуры, про который говорят, где позже был Норд-Ост На Добровке Да, был такой любимый мой ансамбль «Русь» Мы в Кремле выступали, у меня есть диплом Победа, лауреаты фестиваля «Салют Победы» Пятидесятилетие Победы Великой Отечественной войны За чьей подписью? Не помните? Нет, не помню Вы все к Брежневу хотите? Ну почему к Брежневу? Там Черненко потом был, потом Андропов А потом уже все остальные Ну ладно, не суть, давайте послушаем следующую песню О, кстати, перед тем, как послушать следующую песню под названием «Суббота» А, в субботу В субботу вечером Ну, мне тут не дописано, что вечером Ну хорошо, в субботу вечером Хотелось бы узнать, но, в принципе, ни для кого не секрет Что у России, практически у всей, наверное, любимый день недели – это пятница Я думаю, причину объяснять, в принципе, смысла нет А у вас, вот являетесь ли вы исключением в этом смысле? Какой любимый день? Ой, ну это уже к концу теперь надо В моей жизни переходить сначала, а потом выяснять, какой любимый день Когда я была просто, не знаю, руководителем хора В общем, это творческая профессия Или когда я вернулась в Россию в 2001 году А вы в эмиграции были? Ну вот я вас тут наталкиваю Ну как интересно, давайте, давайте И я вернулась, сказала, что я буду только петь Что я столько этому училась И неважно, где я буду петь Вот, собственно, узнают ли обо мне Найдут ли в интернете Кто и что я такое Неважно, главное, петь Но просто так случилось, что приехали оттуда, где я была Люди И меня позвали на работу А где вы были? Я, к сожалению, сейчас офисный сотрудник Занимаюсь маркетингом в одной компьютерной компании Так, об этом позже Хорошо, любимый день недели Или он у вас периодически смещался? Так как я, в общем, нахожусь в топ-части То... Ну, в принципе, это удивительно Отличники, они впереди планеты всей Как наш балет, в принципе В общем, в любой день можно там закосить Написав, что там приговоры и все такое Ну, все-таки, любимый день недели какой? Да любой, не верите? Слушайте, вы счастливый человек То есть я, в принципе, такой у меня и характер Но я стараюсь в себе это поддерживать Потому что жизнь все равно видоизменяет нас И я... Ну, мне кажется, видоизменяет думающих людей Ну, вот, да Зачем я так училась, называется Вот именно Я маме часто говорю Мама, зачем ты меня такое родила? Вот сейчас я больше тоже кричу В Саратов гусей разводить Еще что-нибудь Да, у Шихтин, знаешь, такое? И такие мусорки возникают Ну, когда... Вот, собственно, Москва, да? Всю жизнь мечтала, что я не буду ездить На последних электричках После театра любимого После концерта с гитарой за плечами Так вы мне столько... Так вот... Да, была мечта в Москве Потому что все-таки культурный центр Да, все здесь происходит И кажется, что ты будешь успевать Тогда больше Если ты не будешь перемещаться На электричках на разных А теперь, живя в центре Я понимаю, что энергетически Невозможно даже ночью освободиться Плюс я все-таки уже упомянула Компьютерную компанию маркетинга Музыка иногда забрасываемая И много разных событий Особенно если человек... Я человек, которому кажется, что всегда мало Мне говорят... Люди звонят мне, друзья, товарищи Чтобы просто подпитаться Меня называют картинками за окном вагона А за окном вагона вон что происходит Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Счастливый человек Ольга Панюшкина Для которой каждый день недели любим Дорог И, в принципе, в субботу вечером Следующая песня В субботу вечером Все дела с плеч долой В субботу я хочу Встретиться с тобой Но как войти, чтобы остаться Как уйти, чтобы не расстаться Как смотреть в глаза, чтоб ты всегда был только мой В субботу вечером встретились мы с тобой В субботу вечером у фонтана на Тверской А в театр не попали и ушли из кинозала Но смотри, как хорошо нам просто с тобой вдвоем С тобою, с тобою, с тобой вдвоем Бродить по Москве и болтать ни о чем Да, с тобою, с тобою, с тобой вдвоем Бродить по Москве и болтать ни о чем В субботу вечером В субботу вечером встретились мы с тобой В субботу вечером я не спешу домой Но день прошел, и мы расстались Ты снова стал чужим Ну что ж, ведь ты не обещал Не говорил Хочу с тобою, с тобою, с тобой вдвоем Бродить по Москве и болтать ни о чем Да, с тобою, с тобою, с тобой вдвоем Бродить по Москве и болтать ни о чем Да, с тобою, с тобою, с тобой вдвоем Бродить по Москве и болтать ни о чем Да, с тобою, с тобою, с тобой вдвоем Бродить по Москве и болтать ни о чем Вы по образованию... Музыкант. Музыкант. Сейчас, сейчас, секундочку. Академическое. Вы попробуйте повторить. Потом, значит, за вашими хрупкими плечами Гнесинка. Это народная. Вот и вода, в принципе, пожаловала. Это народная песня. И вы знаете, слушая вас, я слышу такую свингующую пульсацию, чему, в принципе, это ни там, ни там не учат. Это ближе уже к джазовому. Ну, вот, собственно, мы начали о том, что я с детства пишу и бегаю, прыгаю по улицам. Кстати, очень хорошо пишется мне лично. Вот мне надо бежать, как-то стремительно идти по простору нашей Родины. И что-то там сразу рождается в голове, в душе. И, собственно, вот с детства я вот таким звуком пела. Это называется микс, мальчиков фальцет. И, в общем, им тяжело петь, потому что опорная часть, тогда оно... А я, ой, оно легче. Сразу мясо такое идет. И когда я уже поступала в Гнесинку Народное, очень многие мои близкие друзья говорили, ну, зачем, останавливали меня. Сейчас ты будешь теткой народной. Не дай бог, чтобы не обидеть никого. Ну, вы понимаете, что имелось в виду. И просто я очень люблю стариков особенно и в деревнях. И вы знаете, наверное, согласитесь со мной, что в деревне очень много вот то, о чем мы сегодня говорили, интеллигентных людей. Имеется в виду ощущающих жизнь тонко, хрупко. Да? В общем, это, наверное, и есть. И чуть-чуть почище, наверное, чем в городе. Как-то вот субстанция души более хрустально звучит. А другое? Я вот, вы знаете, вспоминаю свой первый колхоз, скажем так, в институте на картошке. Вы там соприкасались с действительностью? Ну, да. Причем самым непосредственным образом. И к нам институт культуры, опять же. Ну, у меня два факультета было. Это тоже коллеги Дерхор и режиссура. Вот. И к нам подошел один из учителей местной школы. Ну, деревенька заброшенная абсолютно. Вот. И он начал с нами общаться. Но мы сначала немножечко к нему как-то осторожны. Вас попросили перерыть их огород? Нет, 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 нет. Он оказался то ли учителем литературы, то ли учителем... Ну, гуманитарием. Он нам задавал такие вопросы удивительные. Оказался не то, что начитанный человек, а действительно там интеллектуальным, высокоинтеллектуальным. Вот. И нам стало немножечко неловко, потому что мы поняли, что мы даже на четверть вопросов, которые он задает, мы просто не в силах ответить. И при том, учитывая то, что вот, как вы сказали, действительно интеллигентный человек, и у него были очень чистые глаза, и я понял, насколько у него душа чистая, незагажена вот каким-то... Ну, наверное, все-таки в городе чуть-чуть человек... Но я даже имею в виду неначитанность, необразованность. В нем высота какая-то, мудрость присутствовала. Да, вот я об этом, который от природы. Так мы о чем? Так я вопрос так до конца не задал. Вы меня опередили. Что повлияло у вас, ну, посмотрите, у вас и академическое образование, и народное, скажем так, ну, тоже академическое, народное, да, песни. Причем при всем том, что вы свингуете. Вот я бы хотел узнать, что повлияло на ваше музыкальное внутреннее, именно вот ваше мироощущение, каким образом вы сочиняете, ну, не знаю... И почему свингую, да? И кому подражаю. Почему подражаю? Я этого, кстати, не говорю. Ну, я совершенно в качестве вопроса, а не в качестве подкола. Удивительно, вот, собственно, мой пример, о том, что вот что-то от природы дано. Не будем говорить самородок, а именно вот природа какая. Вот приходит в класс вокальный человек, хочу петь, научите. Педагог хороший слушает и ищет природу, да, к чему вот... Какой звук идет вообще из человека. Народное-то уже была больше душа, и спасибо моим педагогам, Надежда Николаевна Ломанова была замечательная, которая именно поставила мне звук. Я, собственно, через народную песню я узнала свои корни, потому что у нас же раньше все скрывалось, затиралось в анкетах. И буквально на четвертом курсе только я растрясла наконец-то свою бабушку из алтайских колундинских степей, и она призналась, что, да, вот, мой дедушка, это сосланные кубанские казаки, а это вот сразу рука идет, когда нашла Ломанова, она говорит, смотрите на Ольгу, она ведет. Обязательно есть ведущий в песне, если вот ансамбль или хор. Значит, не просто так все. Да, но при этом не сбылись прогнозы, как вы видите, надеюсь, видите, моих всех... Стараюсь. ...знакомых, которые говорили, ты не сможешь так петь, ну как же твой свинг, ахахах. И наоборот, я смогла все это... Может быть, я не говорю, что это панацея, может быть, у кого-то уходит все совсем в другую сторону, но у меня получилось дополнить. И кроме народной песни, дальше в моей жизни случился такой крутой поворот, который мне еще больше дал мне какой-то глубины в звук. Потому что, в общем-то, исполнительское мастерство вокальное, это же самый тонкий инструмент, голос. И, в общем-то, и в клавиши, да, в рояль ты все равно прикасаешься, если ты не в руку душу не запускаешь, то звук будет... Звук пустой будет, да. Пустой будет, деревянный, никакой. Ну а голос – это самый-самый такой, да, сокровенный инструмент. Как говорил наш педагог, что блажат, о чем блажат. Это про народную песню, да, что нужно петь о чем, собственно. Ну, в общем, это уже актерская искусство. О чем болит, а о том больно и поется. Так вот почему и берут на классическое академическое пение, сольное, в смысле, уже после 25-ти, все, говорят, сформировался голос, окреп. А я слышал другое. Но на самом деле... После 30-ти вокалист уже окончательно. Ну, потому что, собственно, душа работает, да. Существуют резонаторы, можно сто раз там посылать во все точки, в купол, на опору ставить. И не добьет. Да, но если оно здесь не вибрирует, ну что ж, куда ж. Собственно, про крутой поворот не хотите спросить? То, знаете, я лучше хочу песню послушать сейчас, а то мы с вами так заболтались, что программа закончится, а мы так это, и в гримерку пойдем будем разговаривать. А я просыпаюсь от любви. Я просыпаюсь, будем петь? Хорошо. Заказывает песня у нас сегодня мужчина. Ну, и, собственно, вот написанная песня в 19 лет. Субботу вечером написана в 88-м году, которую только что исполнила. А вот это 89-й, наверное, 1900. Я просыпаюсь от любви к тебе. Мой сон нарушен твоими губами. Мы знаем, день приходит потому, Что мы с тобой вместе. Рассвет настанет, Лишь сольются наши души. Я просыпаюсь, Чтоб найти твой взгляд. Из тысячи взглядов Единственно мой. Мы знаем, День приходит для того, Чтоб мы были вместе, Чтоб мы с тобою Были вместе. Вот и настала, Как и ждала Время не спать, Время мечтать о тебе. Вот и настала, Как и ждала Время желать тебя. Я просыпаюсь От любви к тебе. Мой сон нарушен Твоими губами. Как жаль Отпускать твои руки на миг, Как жаль Отпускать на день Твои руки. Но я спокойна Только верой, Что ты вернёшься вновь, Что мы будем вместе, Будем вместе. Вот и настала, Как и ждала Время не спать, Время мечтать о тебе. Вот и настала, Как и ждала Время Желать тебя. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Я еще не совсем разочаровалась в том, что я себя так всю жизнь шлифую. Но, наверное, у вас неприличные слова более-менее допускаются. Не в смысле ненормативная лексика. Нет, ну вы скажите их прилично. Нафига? Вот я его все чаще и чаще, глядя в зеркало, да, просто с физиками, со своими друзьями в дискуссиях рождается следующее. Физики они же, почему лирики-то, что они представляют черное тело. Представьте, там за гранью невозможно. Там метафизика уже идет, да. Да. Мы сидим в песочнице. У меня микрофон, я к нему привязываюсь, хотя у меня петличка есть. Сидим в песочнице. Вот все вышли только годик всем с совочками, с машинками. И вот мы все рядом. И у всех, вот если очертить нас, основания наши касаются друг другу. Да, и не о том, что вы сидите на другом краю песочницы, а о том, что вот мы, наши возможности и желания, они все вот в соприкосновениях. Да, и дальше, почему, собственно, вернемся к тому, что встречаем людей спустя 10, 20 лет, 30 лет. Спасибо тебе, Васечка, что ты так хорошо выглядишь. Это значит, у тебя все в порядке. И, соответственно, могут быть другие варианты. Так вот мы развиваемся. У всех разный темп и ритм развития. И скорость, не только мышление вообще. У всех разные желания. Ну, это нормально, конечно. Это нормально. Поэтому получается, что мы не только муж с женой, а, в общем-то, с друзьями, товарищами, так, бац, и расходятся люди. Потому что уже вот в разном, в разной... В точке соприкосновений. Да, уже выше. Я не про карьеру. Нет, я понял. Просто та сождественность детей. То есть то, что происходило underground, вспомним Алексея Дедуру, кардиограмма, в которой я тоже имела честь выступать. И ребята все БГ, да, ЦОЙ, будем причислять. Макаревич, в общем, он тоже был сначала в андеграунде. И вот они сидят себе сами, развиваются. Не обязательно с карьерным ростом. Он может быть кочегаром сидеть, метёк, рисовать себе картину. И вот там что-то думать философски о душе и о вечном. Но весь ужас-то в том, что потом, когда ты оказываешься где-то на как... Вот конус же, он идёт конус. Да, и ты потом... А-а-а, Вась, ну как? Ну хорошо. И остался на своём конусе. То есть, собственно, если мы у основания нашей жизни... Я помню это, как мне были все так интересны. И вот там театр, например. Когда только начинается вот этот театральный жор. Кто любит театр, меня поймёт. Нравится всё. Вот один жест, всё остальное может быть бездарное. Ну вот что-то... И всё, ты уходишь. Такое счастье, боже мой. И, соответственно, к финалу уже, вот позавчера не буду называть театр, зашла-ушла с первого действия. Это трудно вспомнить, чтобы я так когда-либо делала, когда-то давным-давно. Нет, потому что жест был в первом отделении. Нет, потому что вкусовщина была другая. Всё же, да, чувство мира, чувство вкуса у тебя у самого, ты развиваешься, растёт. Я не потому, что сейчас что-то плохо, раньше было хорошо, не поэтому. Потому что ты уже... Если ты... Вернёмся к вопросу. Оля, вы так развиваетесь, да? Так, одну секундочку. Присутствуя на вашем конусе, скажем так, Трудно ли найти себе подобному... Трудно. Да, трудно. 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 И, ну, я сейчас себя уговариваю, говорю, что время разбрасывать камни. Я учу и на работе, и везде. То есть не только... Я вообще преподаю китайский язык. Вы никак не спросите про мой крутой поворот. Одну секундочку, давайте послушаем. Кто это, художник Карпов? Ну, покороче, пожалуйста. Нет, про художника Карпова я позже, после песни. Хорошо, что хотите. Нет, мы поём художник Карпов, но про него позже. Хорошо. Художник Карпов пишет мой портрет В изгибе томном, при свечах у рояля. Зимы холодный, жемчужно-серый цвет Играет в складках шёлка-покрывала. Художник Карпов, политик-эмигрант, Он невозможный. Какое обаяние! А у Мальберта шахман очарование. Ну, что ж я плачу, он, кажется, мне рад. Люби меня, художник, Целуй мой мальчик русский Под шансонье французских Запей вином бургундским В прикосновении смелым К велюру нежной кожи Вдыхай аром парижский Забудь, что будет позже. Люби меня, художник, Целуй мой мальчик русский Под шансонье французских Запей вином бургундским В прикосновении смелым К велюру нежной кожи Вдыхай аром парижский Забудь, что будет позже. Художник Карпов Пишет мой портрет К моим ногам Он падает в признание В тумане страсти Мне чудится венчание Он мне не лжёт Сомнений в этом нет, нет, нет. Художник Карпов Политик, амигрант Славянский тип Манеры Просто душка Здесь в ресторации Его зовут Казак Так непонятно Заманчиво И грустно Люби меня, художник Целуй мой мальчик русский Под шансонье французских Запей вином бургундским В прикосновении смелым К велюру нежной кожи Вдыхай аром парижский Забудь, что будет позже. Художник Карпов Пишет мой портрет В изгибе томном При свечах у рояля. Танго прозвучало в исполнении Ольги Панюшкиной, дорогие друзья. Андрей Шикарпов Художник, который услышал Уже это был 2002 год, наверное Услышал, как я пою В какой-то художественной галерее Он ко мне подошёл Настоящий художник Член Союза художников Настоящий Карпов Настоящий Карпов Оля, вы так поёте Я хочу написать портрет Надо сказать, конечно, для девушки Портрет, если сказали Тут жёны бывают У художников обижаются Что их портреты не пишут Я, в общем, просто в истерике упала Но я не знала Я не видела его картин Художник Карпов позвонил через неделю И сказал Оля, я пишу ваш портрет На Пегасе Поэтесса в развивающемся халатике С каким-то там пером Выяснилось, что он примитивист Ему не обязательно Причём я при встрече Я ему предложила Что могу приехать в мастерскую И петь песни для вдохновения Не имея ничего дурного под этим Я огорчилась Ну хорошо, пишите так пишите Через неделю он перезвонил Сказал, что его это не устраивает Он всё зарисовал Уже был поэт На Пегасе Закончилось всё это Одним Пегасом В яблоках Кушающим яблоки в траве Я разозлилась Написала этот танго Вот такая история у песни Я предлагаю послушать следующую песню А потом мы придём К крутому повороту в вашей судьбе Следующая песня В бархатной шляпке Не гоните меня Я уж и так стараюсь Мы можем заменить, правда, песню? Пожалуйста Мы её заменим Споём песенку про Новый год Давайте Он уже близится Уже снег сегодня выпал первый Всех поздравляю с первым снегом Москвичей Медленно, медленно Медленно, медленно Стрелки часов Раздвигаются на семь вечеров Неделя другая И год убежал Календарь на листки разорвал И вновь Новый год Новый год, Новый год, Новый год И вновь Новый год, Новый год, Новый год Рана темнеет длинной зимой Белый снег, чистый лист над рекой Жарко в камине, смолою блестит Прошлый год, как пожар, да горит И вновь Новый год, Новый год, Новый год Вкус мандарина, запах сосны У окна простоит до весны И в сказках, и в детстве волшебные сны Ждем чудес, как всегда, в декабре И вновь Новый год, Новый год, Новый год И вновь Новый год, Новый год, Новый год Медленно, медленно Стрелки часов Раздвигаются на Семь вечеров Неделя другая И год убежал Календарь на листки Разорвал И вновь Новый год И вновь Новый год Новый год И вновь Новый год Оля Что за крутой поворот В вашей судьбе произошел? Я работала на российском телевидении Музыкальной редакции Это уже после Хора Русь И так получилось Уехала, все бросила на Тайвань Жила на Тайване Во как Да, закончила там университет У меня Ну так мне Предложили Не хочешь ли ты Поучиться Никто не ожидал, что я Такая Я выучила китайский язык Я сидела Уперто Писала иероглифы И каждую пятницу Давала письменные экзамены И через год И через год Я работала на телевидении На Тайваньском Это китайский остров? Вы знаете Китай его Мэйлэн Чайна Они позиционируют его Как какую-то там Сорок какую-то уже там Провинцию Но Тайвань продолжает Говорить, что он Свободная республика Китай На Тайване У них постоянно меняется Чтобы в связи Там с дипломатическими отношениями А местный язык-то каков? Я учил Нет, я учил Да, пекинское произношение Там диалекты свои присутствуют? Там присутствуют, да Но у меня Бэйдзиньхуа О! Пекинский, да Так и? На телевидении там работала На радио На международной радио Тайвэя На телевидении по-китайски Но что-то меня Я до Конфуции доучилась И как-то смедитировала Это правда, что можно Без всяких Алкогольных Вливаний внутрь Без разных Гуа Там что-нибудь там на гуа филы Да, вот этих всех штук Есть другие Какие-то методы Для того, чтобы достигать Всяких Релаксирующих эффектов Да Вот, но я писала-писала иероглиф Просто невозможно выучить без моторики Если ты на него просто смотришь То, считай, пропало И вот его надо писать, писать, писать При этом повторять, повторять И в какой-то момент я почувствовала Как я так И улетела просто в просторы Китая Вот, в принципе, я ощущаю Я не читала много книг о Китае Много-много Но вот я их все в себе чувствую Наверное, просто присутствие на той территории И изучение всего, наверное, дает подобное Это именно вот через, как я теперь говорю Белые языки Они не дают этого эффекта Понимания нашей неодинаковости Красивый язык китайский Я не говорю о звучании Я говорю о богатстве Ну, допустим, если английский и русский сравнить То я знаю, что намного богаче Шекспир звучит в русском варианте Нежели в оригинале Это да Собственно, язык, сама грамматика Очень просто Все простое Но они же сами иероглифы, да В значениях все И вот эта мелодия языка Мелодика Там другие Глубины Красивые Но, знаете, очень было смешно Я когда приехала, мама у меня попросила Что-нибудь скажи по-китайски Ну, это классика, да Скажите что-нибудь на языке Я сказала к ней Я сказала к ней, зовут, что я приехала из Москвы И он сказал, нет, это не китайский язык А в тот момент, как раз это был 99-й год Очень китайской продукцией все здесь пользовались Мама моя ездила на эти вещевые рынки И она слышала другое И она сказала, нет, это не китайский Ну, я все поняла, сразу сказала Ни хао, тимияно? Хабу хао? Ну, то есть, понимаете Ну, конечно Ну, что ж тут непонятно Да, собственно, есть интеллигентные языки везде Да, есть Поэтому, вот, доучившись до конфуции До интеллигентного Я почувствовала, что Выскочила, как пробка с этого острова От шампанского Петь песни Мы вообще с вами еще успеем песни-то петь Давайте споем Какую следующую? Выбирайте сами Хозяйка барыня Хозяйка барыня? Хотите в бархатной шляпке? Маяк, лодочка Что? Маяк Снится мне океан Белых цветов бархан Сказочные острова Голубая трава Снится, что я живу В призрачном лесу Снится, что я пою Песню твою Где ты? Море шумит при боем Где ты? Чайки кричат со мною Где ты? Ветер соленый Ветер прохладный Словно твои губы Где ты? Море шумит при боем Где ты? Чайки кричат со мною Где ты? Ветер щекой прижмется Шепчет, словно твой голос Снится мне голос твой Снится, что ты живой В лодке плывем одни В разноцветные сны Парус мелькнет, но шторм Разбивает мечты Где же ты, мой моряк? Гаснет маяк Где ты? Море шумит при боем Где ты? Чайки кричат со мною Где ты? Ветер соленый Ветер прохладный Словно твои губы Где ты? Море шумит при боем Где ты? Где ты? Чайки кричат со мною Где ты? Ветер щекой прижмется Шепчет, словно твой голос Словно твой голос У нас слишком глубокомысленный разговор, я чувствую Надо его куда-то... Хорошо, ваша лодка отчалила Не звонят-то почему? Нам надо куда-то... Слушают, потому что очень внимательно Отчалила от острова по имени Тайвань А сколько лет вы отсутствовали в России? Три года Три года Ну, в принципе, даже год Нет, в принципе, да Ну, в принципе, в общей сложности четыре Я к чему веду... Ну, что, по 2001 Ну, просто вот я возвращалась в Россию Да, даже год, в принципе, уехать из Москвы Это очень многое потерять Это отойти от... Ну, потерять какие-то контакты Ну, грубо говоря, вылететь из обоймы Трудно ли было находить себя после, в принципе, четырехлетнего пребывания на Тайване? Вы повторяете, собственно, клише И? Ну, я думаю, или это не правило, или есть исключение из правила, скажем так Я когда уезжала, то мой друг, оператор, с которым мы первый раз, собственно, я поехала на Тайвань Я там снимала документальное кино о кукольнике Ли Тяньлу О нем художественный фильм, сняты, венецианские призы взяты И он мне как раз говорил, Сергей Акопов Олечку, куда ты едешь, ты вернешься, и все Он говорил еще про себя, про оператора На своем опыте Не знаю, не страшно было, я думаю Назад возвращаться Почему-то опять было не страшно И, ну, мы говорили о том, что я смотрю в окно Тучи, боже мой, какая прелесть тучи То есть, в общем-то, позитивное отношение к действительности Точит, конечно, червячок периодически И плакала, помню, сейчас меньше плачу Я помню, как до 30, там, чуть-чуть после 30 Опять же, вызываю, мама, зачем ты меня такой родила? Но, большей частью, просто иду Да, вот для меня очень тяжело что-то ждать Какое-то вот бездействие Тормоза какие-то А когда ты уже встал, пошел Уже вопросов не возникает Просто делаешь дело И, вернее, даже так, наверное Врываешься в мир, да? Вот так Это я вот сейчас это так сформулировала Правильно, наверное И я приехала в Россию в 2001 году Здесь жара была такая Как раз вот было два лета подряд очень жарких Я, не скрою, я входила в российскую действительность Я сразу не смогла Я делала три вещи Я заканчивала автокурсы Я крутила педали на велосипеде по городу Дедовску На матовые круги И я строила забор с ленточным фундаментом на своем участке Руководила таджиками И всеми остальными строителями И в какой-то момент Они мне там стройку, естественно, все зарубили И я говорю, вы мне карму сбиваете Я чувствую, я уже должна быть в другом Как вы высоко все оцениваете Я готова Ну, почему я про Тайвань живу Не ради красного словца Что я ощутила, что все, я пробка из шампанского Вылетающая оттуда в Россию Здесь все были в шоке Родственники, друзья, приятели, все Оля приехала, сбросив там телевидение тайваньское И т.д. Приехала петь с гитарой И... О чем это мы? Вы меня куда-то... Что в России после Тайваня было В России, да Про высокую, про карму, да И вот, собственно, где-то полгода мне понадобилось Чтобы докрутить педали на велосипеде До того, чтобы ощутить себя не за пределами То есть, придя в Россию, да Возвратившись Я Была не здесь Сначала себя должен как-то вернуть Вообще считается, что полтора года Если до полутора лет ты где-то находишься То это еще Все, что после полутора Ты уже адаптирован Да, да, да Это уже ломки начинаются А главное, что о языке Коснулись, что Восточный язык не белый Ни английский, ни итальянский Сейчас точно знаю, что мы именно такие Вот считается Восток, Запад Только изучая язык Изнутри культуру Ты понимаешь вот эту разницу И она в меня вошла Собственно, один тайваньский студент Однажды, который изучал русский язык Он ко мне подошел на Тайвань И говорит Толя, а вы знаете, что у вас теперь все Кровь там по-другому Все это булькает, бурлит А я уже как раз ощутила процессы Я чувствовала их физические изменения Сознания, души Да И, ну, в общем-то, я благодарна языку Потому что я была более бойная А терпение Осмысление чего-либо Оно должно быть На Востоке славится философией То есть если я раньше И бежала вперед То сейчас я могу выдохнуть И подумать Так, секундочку Мы тоже выдохнем и подумаем А следующую песню какую споете? А следующую песню мы споем Лодочку Лодочка Есть такой у меня цикл Дань моему народному образованию Посвящается маме и папе Песенки на заваленке По реке в лодке Плыли и плыли Глаза друг к другу Тихо смотрели То целовались То говорили Волны смеялись Звезды грустили То целовались То говорили Волны смеялись Звезды грустили Добрый мой грешник Свет мой небесный Рвется на волю Друг мой сердешный Знаю уедет И не вернется Северный ветер Лодочку сносит А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аال Плыли и плыли Глаза друг к другу Тихо смотрели Что же тревога к сердцу так жмется Знать расставаться? Скоро придется Что же тревога к сердцу так жмется Знать расставаться? Скоро придется Раннею зорькой нежно простились Ты не ответил, я не спросила Что же со мною, как же родной Жить без тебя на свете одной Что же со мною, как же родной Жить без тебя на свете одной По реке в лодке плыли и плыли Глаза друг другу тихо смотрели Горькое счастье, сладкое зелье Было с тобою, но не жалею Горькое счастье, сладкое зелье Было с тобою, но не жалею По реке в лодке плыли и плыли По реке в лодке плыли и плыли Ольга, у нас времени осталось на две песни Вот что, по-вашему, вы хотели бы сейчас исполнить? У нас такая тихая кульминация уже дойдет Жаль, что иногда Жаль, что иногда Приходит день, когда вернуться Хочется туда Где все, как прежде Мы с тобою Вместе и с утра Бьет дождь по лужам, дождь по крышам Вновь я без зонта и без тебя Нет причины лгать Скрывать улыбкой боли в сердце Душно и опять На небе тучи черно-серым Плавает окно Играет солнце, рыжик смелый На моей руке Твоя рука Говорю я Любовь моя Говорю я Любовь моя Говорю я Думать о душе Взлететь, где птицы Где свобода Крылья на крючке На тонкой коже Осторожно Не порань себя Без тормозов Без светофоров Догоняй меня Где облака Только позови Вернется ветер детства Все слова твои Живой водой Волшебным средством Могут оживить Картинки Снимки Киноленты Первая Любовь Моя Весна Говорю я Говорю я Любовь моя Говорю я Любовь моя Говорю я Говорю я Жаль, что иногда Приходит день, когда Вернуться Хочется туда Где Где все Как прежде Мы С тобою Вместе И с утра Бьет дождь По лужам Дождь По крышам Вновь Я без Зонта И без Тебя Какой песней поставим точку в нашем концерте сегодняшнем? Ну что, про Новый год все-таки еще раз песенка называется «Снежинки» Я вам всем, дорогие зрители, желаю любви, желаю гармонии с собой, чтобы с утра просыпаясь, неважно туч на небе или солнце, чтобы вам хотелось двигаться вперед, чтобы вам хотелось жить и песню Слышишь голос? Сладко сердце замирает Твое имя с синей строчкой на тетради Здравствуй, пишешь, я все жду с тобой свиданья Помню взгляд твой и улыбку на прощанье Три снежинки на тебя, две снежинки на меня И ладошки разные, а зима одна Ты сказал, люблю тебя, я тебе ответила Завтра кончится метель, что тогда останется Три снежинки для тебя, две снежинки для меня И ладошки разные, а зима одна Сколько песен, сколько писем и картинок Я под елкой положу тебе в ботинок Все, что ждешь ты, все исполнится Ты только будь со мною Для меня самим собою Три снежинки на тебя, две снежинки на меня И ладошки разные, а зима одна Ты сказал, люблю тебя, я тебе ответила Завтра кончится метель, что тогда останется Три снежинки для тебя, две снежинки для меня И ладошки разные, а любовь одна С Новым годом! Оленька, 1 декабря день рождения У нас тут было очень много гостей И у кого я не спрашивал, как вы относитесь к своему дню рождения Все говорят, очень негативно, не люблю, уезжаю, убегаю Приходится, ну, вы как относитесь? Я отношусь к нему очень-очень-очень радостно Но, понимаете, просто, во-первых, подводят итоги все, да Из-за этого, в общем, возникает Плюс годы не уменьшаются, а наоборот, увеличиваются Тоже почему все люди считают, ой, день рождения У меня папа, будучи в командировках Почему-то так складывался Он всегда мне присылал телеграмму На котором было написано «Вручить 1 декабря» Это так переполняло мое сердце Он приезжал с подарками Я думаю, что это повлияло на день рождения Я его очень жду всегда Видимо, в этом тепло Любви родителей Мамы, папы А мне остается добавить, что Ольга Панюшкина Сегодня у нас была в гостях До свидания, дорогие друзья Смотрите нас Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»